на месте мы прессом александру интересуемся готова ли она к проверке доверить ли она нам свой биополе на период сеанса посмотри визуально она машет головой но нынче не видит потому что не на голове конструкция глаза закрывают полностью руки вытянул вперед как на ощупь трогает слышать она слышит еще у нее вокруг такой серый прозрачный кокон на все тело хорошо сканер разрежь этот кокон отключаю его вместе со всеми сопутствующими чипами датчиками имплантами и конвекторами выводи это все потом отключай и выводи эту конструкцию которая находится в биополе александра до последнего чипа датчика импланты конвектора активируй все подключки сканер их видит и выводит отправляя это все в клетку тюрьму хорошо александра вы слышите нас видите она говорит слышу но пока еще шум в голове какой-то а так уже слышу и вижу хорошо давайте выведем этот шум включаем внутренний белосвет александре этим светом она выдавливает из себя весь этот шум который находится сейчас в ее голове все это выходит все эти вибрации формируется в шар будто в шар отправляя шар в клетку тюрьму так лучше александра да намного чище перейдем как мы начнем откуда у вас это подключка вы в курсе что вы делали после чистки подключку почувствовала резко потеряла сознание когда очнулась было ухудшение давление на глаза как давно это было приблизительно вы не помните три месяца не беспокойтесь сейчас мы разберемся вытащим эту сущность еще у меня один вопрос вы хотите отдать этой сущности эту подключку назад и включить ее на полную мощность чтобы он испытала те же головные боли которые вы испытывали это время с удовольствием хорошо мы вернемся к этому разговору чуть позже для команды на счет риск она сканирует пространство над головой александры под ногами 360 градусов вокруг нее сканер сканировать систем тонких тел александры находит все выстраиваться от конструкции этого кокона и шара с вибрациями каналы к тому кто это установил притягивая ответственный клетку тюрьму стоят в клетке тюрьме мои заложники но не сразу арахноид притянулся к этому шару арахноид кокону на два грея конструкции вот два грея конструкции что грея и не в ногах еще кто-то есть воронка воронка есть темная нога потягивая сил моего намерения эту воронку летит в клетку тюрьму демон какой демон 18 вот это мне уже интересно что ты здесь делаешь 18 герцовый демон не помнишь меня мы встречались я тебе не помнишь что эти говорил когда мы встретились ты не помнишь наш разговор что будет когда мы встретимся второй раз я же не к тебе пришел я тебе сказал что эти обрежу рога потом достану шар царя соломона энергии царя соломона и передам его тебе лично в руки на том на этом пункте мы с тобой остановились часто опять находишься в этой клетке и сегодня мы с тобой будем разговаривать уже по-другому, демон. Ты пожалеешь о том, что ты оказался здесь. А что я сделал? Сколько ты находишься в этом биополе, арахноид? 6 месяцев. 6 месяцев. Грей, сколько из вашей конструкции находитесь в этом биополе? Примерно 100 дней. Вы установили конструкцию, от которой человек терял сознание от этих головных болей. Это так? Не совсем. Объясни. Да, мы немножко резко подключились, но арахноид перекрыл ей уже все доступы к энергиям. Его иголки в голове мешают даже нам. Понятно. Арахноид и конструкция. Чего вы уже установили конструкцию на голове? Вы должны были понимать, к чему это ведет. К чему? К вреду на физическом плане и для и вред на астральном плане, то есть в тонких полях. Вы нанесли очень серьезный ущерб. И мы сегодня намерены, мы, это я и Александра. Александр даст команду, а я это исполню. Я одену на вас вашу конструкцию, разделю ее на две части, чтобы каждому хватило. И дам вам откат всей этой боли за три месяца, вернее за 100 дней. Ни дня больше, ни дня меньше. Давай на арахноида поставим. Пусть он прочувствует. Подаю команду над клеткой ответственность за сильные головные боли, за эту мигрень, за потерю сознания загораются маячки над клеткой. Кто у нас там, Вера? И тот, и другой. И тот, и другой. Хорошо. Ну, арахноид я не... Арахноид и два игры. Арахноид и два игры. Так что, в игры вы никак не выйдете из этой ситуации. Начинаем работать. Перед тем, как начнем работать, сколько находится демон в этом биополе. Долго не нахожусь. Три месяца. Понятно. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Александр испроекцирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились в сущности. Каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произнести отчуждение. Чужеродная патогена низкоабрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Александре. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз выстраиваются прямые каналы от Александры к этой конструкции и к окону, арахноида, шару с вибрациями. И Александра реверсом отдает все негативное, что она получила от них и усилию потоки. Итак, Демон, контракта у тебя нет, конечно, да? Это пока нет. Уже не пока, уже все, этот момент настал. Контракта у тебя нет ни на потом, ни на сейчас, ни в прошлом. Сейчас, на настоящий момент у тебя его нет. Значит, ты находишься здесь незаконно. Ну, мы в процессе договора. Ты знаешь, ты знаешь, как привычки работают. Ты знаешь, ангельская душа, что может сделать с тобой? Ну, не делает же. Ну, а то мы ее сегодня спросим, захочешь ли она сделать и дать тебе от себя немножечко ангельской энергии, чтобы ты с этой энергией ушел в свой мир и светил там. Как тебе такой вариант? Уже было такое не раз. Это жестоко. Абсолютно верно. А то, что ты делаешь, это не жестоко, да? Я договариваюсь. Ты не договариваюсь. Тут не о чем договариваться. Тебе нечего предложить. Просто нечего, понимаешь? Тебя никто не звал, тебя никто ни о чем не просил. Ты просто пришел, потому что мы аннулировали контракт. Те, кто приходят на нашу работу и плюют на нее, в ответ получают то же самое. Так что, демон, я тебе серьезно... Причем здесь ваша работа, еще раз говорю. Я не к тебе пришел, а к ней, а с ней я знаком давно. И она со мной. Я тебе сказал не приходить в это биополе, когда ты стоял в этой клетке. Ты прогонорировал это. Все. Для меня больше никаких вариантов не существует. Я с тобой разговаривал. Я с тобой договаривался. Ты сказал да. Понял. И все равно пришел. Ну что ж, тогда будь готов. Мы всегда напоминаем о себе. Хорошо. Я тебе напомню сегодня о себе на долгое и долгое время. Реверс закончился. Итак, устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Александра забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не взяли, до последней капли возвращает Александра себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Забираем из конструкции этого кокона, арахноида. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на ее чистоте находится мощным потоком, пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. Итак, арахноид. Шесть месяцев ты наносил мощнейший вред. Ты знаешь, что за это положено, когда тебя споймали? Уйти в галактическое ядро. Вот до сюда ты тоже дошел. От него информация идет. Если бы так было положено, я бы это видел. А что ты не видел в ней? Защиты ты не видел в ней? Намерения ты не видел? Что ты не видел конкретно? Развитие прогресса. Арахноид оценивающий прогресс души. Хорошо. Мы это передадим Александре. Реверс закончился. Хорошо. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Выходи, демон. Снимай все, что ты оставил. Отключайся полностью. Возвращайся назад. У него такие на ногах, как вельки, подошвы какие-то. Не очень широкие. Он их снял. И воронка его была. Все. Сканер, просканируй Александру. На чистоте греев и их конструкции. Что еще мы не вытащили? Выводи это. Отключай полностью. У меня тут небольшой стержень такой, который проходит через горловую чакру. Выводим этот стержень. Готово. Отправляю его в клетку-тюрьму. И Александра выстраивает прямой канал от себя к этому стержню. И реверсом отдает все негативное патогенность, что она от него получила. Мощным потоком все пошло назад. Что это за стержень, Грей? Он регулирует гормональную систему, а значит изменения в организме, изменение настроения, влияние на принятие решений в зависимости от настроения. Эмоциональный фон принимает решения. Это очень глубокое вмешательство уже в личную жизнь этой души. Вы забрали у нее право принимать собственные решения и право распоряжаться своими собственными энергиями, Грей. Грей уже закончился. Устанавливали фильтры золотой сеточки на эти каналы, на этот канал. И в порядке реверса Александра забирает всю чистую, светлую, божественную энергию, частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все мощным потоком пошло назад. Высилие потоки в 50 раз. Выстраивает Грей в канал. Если они с кем-то связаны, притягивается в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме. Ни с кем не связана. Личная инициатива, да? У нас всегда личная инициатива. Ну, не всегда у вас личная инициатива. До того момента, пока у нас нет результатов. Пока конкретных результатов нет. А результата у вас не будет. Синхронизация пока идет. Все закончится сейчас. Что идет от этой иглы, стержня этого? Энергия возвращается по чакрам. Хорошо, все назад. Дай мне информацию, сколько процентов энергии воровали Грей. Пошла информация. До сорока. Ревер закончился. Я почему сегодня спросил? Потому что Грей сегодня вы потеряете это количество за один раз. Представляете, как будет интересно. Хорошо, ревер закончился. Идем дальше. Арахноет, выходи. Вытаскивай всю свою паутину, все, что ей осталось. Игулки. Ничего не забывай. Возвращайся назад. У него много эколог, они пушистые. Ой, это большая боль. Он полностью захватил ее. Итак, все-все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Александры с арахноидом, его коконом, Греем, их конструкцией, и этим стержнем, и демоном. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия стегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает канал. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо. Грей, сколько у вас экспериментов? У вас еще есть эксперименты над другими людьми сейчас, которые вы проводите вдвоем? Нет. Нет. Ну что ж, жалко. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Значит, вам нечего предложить. Приветствую. Приветствуйте, Ли. Посмотри, пожалуйста. У меня здесь нападение двух космических. Два Грея установили конструкцию. Девочка потеряла сознание, когда они входили 100 дней назад. И арахноид, который успел установить кокон, перекрыл ей все энергии. Вытаскали иголки. Здесь минуты с головы. Не говорят, что это не было потеря сознания. Это было затмение. Человек упал и потерял сознание. Я больше верю клиенту, чем вам. Вот такая ситуация. Конструкция находится. Кокон находится. Арахноида тоже там. Еще шар вибрации вытащили из нее. Вытащили стержень, который стоял у нее. Через этот стержень тоже шли какие-то негативные вибрации. До 40% энергии они у нее забирали. Грей, сберем. Конструкцию уничтожить. Под конструкцией Грея откроется воронка в галактическое айдро. Конструкция вместе с этим шаром и стержнем уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяя. Все, Грей, эксперимент закончился. Арахноида. Арахноида отпускай. Хорошо. Арахноид. Это первое и последнее предупреждение. Если я тебя еще раз встречу в биополе, я тебя узнаю, я тебя накажу. Все это понятно тебе? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Арахноид уходит на свою чистоту. Под его коконом, закрывая, печатая, растворяя. Под его коконом, открывая воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, возвращаемся к нашей работе. Вот так у нас остался демон под его воронкой. Открывая портал в галактическое ядро, воронка уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Итак, обращаюсь к Александре. Александра. Демон пришел во второй раз. Я могу действовать только в третий раз, когда он придет, тогда он будет уничтожен. Это уже будет третий и последний раз. Но на второй раз я не могу пока применять энергию царя Соломона. Но у вас есть своя энергия, ангельская энергия. Вы вполне в состоянии дать ему удар своей ангельской энергии, чтобы он понял, что если он в третий раз придет, он будет сожжен. Вы желаете это сделать? Я не знаю как. Вы стоите руки вперед и представьте, что луч, шар ангельской энергии летит в него на счет три. Один, два, три. Удар. Получилось у нее? Ну, у нее получилось, но удар был не сильный. И у демона есть свои защиты. Конечно, хорошо. Направляю на него печать семи архангелов. Удар, сжигаю его защиту. Удар. Попробуйте еще раз, Александра, и с более серьезным намерением. Выставляете руки, я считаю, до трех, и вы бьете. Один, два, три. Удар. Сейчас получилось у нее. Вот так. Ну что, демон, есть у тебя желание в третий раз прийти? Он немножко поджарился, шкурка. Это повезло, что Александра ударила, а не моей энергией. Итак, я слушаю тебя. Собрались здесь ангелы все, не хочу вас видеть. Как я понимаю твой ответ? Какой еще ответ? Я у тебя спросил, ты собираешься в третий раз приходить? Потому что если ты придешь, я тебя уничтожу. Нет, мне своя шкура дороже. Готовы уходить? Да, открывай. Открывается между портал. На чистоте демона. Демон уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Вот так, Александра, надо с ними бороться. Своим намерением, своей энергией. Сейчас вы на тонком плане, у вас отлично это получилось. Если вы ничего не делаете, у вас ничего не получится. Так как вы знаете, что вы ангельская душа, вы вполне в состоянии выставлять вокруг себя ангельскую энергию, защиту, заправляться этой энергией. Отражать любой удар этой энергии и защищать себя и свои энергии. Если вы ничего этого не делаете, то не удивляйтесь, что у вас в один прекрасный день будут находиться опять три сущности. Я говорю о том, чтобы вы понимали серьезность и ответственность того, что стоит в манифесте. Это не игры. Здесь идет речь о вашем здоровье. Вы сейчас это все испытали в полной мере. Я очень надеюсь, что вы сделаете правильные выводы из этой ситуации. Это был хороший вам урок. И никогда больше не попадаете в эту ловушку. Контролируйте свое эмоциональное состояние. Выставляйте меркабу. Это универсальная защита. Расширяйте свой ангельский стержень за пределы вашего биопуля. Ни одна сущность не войдет, ни один демон. И кроме того, вы имеете право своей энергии и возможность сжигать сущности и делать ему очень сильный удар, который вы сейчас показали. Вы меня поняли, о чем я говорю? Да, поняла. Посмотри, сколько энергии нужна Александре и какая частота вибрации. Ей нужно 400 и 25 и 3 верхние чакры до 30 поднятия. На счет 3 макушку головы Александры начинает поступать 7 высокоаббрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Частота вибрации коронной чакры третьего глаза и голосовой чакры поднимается до 30 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. 400% энергии и 25 Гц каждый день. Вот ваши цифры, Александра, и вы должны этими цифрами заправлять себя. Чувствовать эти энергии, как они идут. Для этого достаточно представлять чакры свои. Как наполняется красная чакра, оранжевая, желтая и наверх. После этого вы поднимаете частоту этой энергии, которую вы подняли до 20, вернее заполнились до 25 Гц. После этого вы это все синхронизируете, гармонизируете. Это очень важный шаг. После этого это все дело занимает буквально пару минут. Вы защищена и наполнена энергией. Если вы ничего не делаете, результат такой. Хорошо. Как вы себя чувствуете сейчас, Александра? Я чувствую лучше, но не до конца с гармонизированной. Не до конца. А что там с гармонизацией, Вера, посмотри. Она не знает, как это делать. Не может визуализировать и представлять это. Хорошо. Представьте себе, что вы заполнились одним потоком света, в котором находится 7 различных цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, светло-голубой, темно-синяя и фиолетовая. Фиолетовая – это коронная чакра. Вы знаете, где находятся ваши чакры, правильно? Примерно. Хорошо. И вот этот цвет, каждый цвет в отдельности начинает поступать в свою определенную чакру. Красный идет в самый низ, потом идет два пальца ниже пупка, оранжевый цвет. Желтый – это живот, зеленый – это сердечная чакра, светло-голубой – это голосовая чакра, темно-синий – это третий глаз, и фиолетовая – это коронная чакра. И вот когда мы даем команду, синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом, все эти цвета из общей такой кучи начинаются, становятся концентрированы. То есть фиолетовый идет в коронную чакру, темно-синий идет в третий глаз, светло-голубой идет в голосовую чакру, зеленый идет в сердечную чакру, желтый идет в живот, два пальца ниже пупка идет оранжевая энергия, и красный – это копчик. И вот в эти места энергия концентрируется. Вот это и есть команда синхронизации-гармонизации, чтобы все энергии разошлись по своим чакрам. Сейчас понятно? Да. Давайте попробуем еще раз. Синхронизируется энергия и вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Получилось или нет? Да, получилось. Вот так. А как вы себя сейчас чувствуете? Эмоционально довольной. Вот. Вот когда вы это чувствуете, значит, у вас все правильно получилось. Хорошо, Александра. Сейчас мы полечим вас немножко, посмотрим, что там у вас. У вас проблемы с головными болями, как нам сообщили. Вера, давай сначала поставим монитор и посмотрим причину этой аварии. У меня такое ощущение, что это был демон. Нет, это Грей. Грей, включили конструкцию? Грей, они одели на нее эту конструкцию. Она действительно, как, а не в обморок упала, а как отключилась на секунды. И в этот момент случилась авария, да? Да, причем, когда машина рядом или что-то связанное с техникой, им легче это сделать. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связь. Я хотел тебе дать еще дополнительную информацию насчет этих Греев, которых ты забрала. Они были еще причиной аварии, в которую человек попал. Они включили эту конструкцию, когда она была в дороге, она попала в аварию. У нее был несчастный случай. Это тебе просто для информации хотел добавить. Благодарю тебе. Благодарю, у нас тоже есть мониторы. Хорошо. Хорошо. Итак, с этой аварией мы разобрались. Теперь давай установим причину головной бури. Сканер, просканируй сейчас голову Александры. Посмотри, в чем может быть причина ее головной бури. У нее идут энергии там. Да. Они в разных местах, и они как раз гармонизированы, то есть они как хаотичные такие пятна, фляксы. А почему они не проходят по энергетическим каналам? Сканер может что-то сделать? Но он их направляет сейчас в правильное русло, чтобы они циркулировали правильно. А с чем это связано? Это связано с ней, с какой-то, чем это дисфункция связана? Как и самой это исправлять, если такая ситуация случается? Гармонизация очень важна. Гармонизация. Хорошо. Тель человека. Гармонизация. Гармонизация всех тел правильно. Циркуляция крови, циркуляция лимфы. Не показывает ее эти пятна, которые в голове, то же самое есть в горле. Хорошо. Сканер сделает то же самое в горле. И она как блокирует приход от этой энергии. Мне важнее узнать сейчас, как она может сама это сделать, если у нее такая ситуация будет случиться опять. Заправиться энергиями, направить их туда. Какие есть варианты? Если куратор что-то хочет добавить, мы были бы очень рады совету. Ей надо учиться гармонизировать, представлять свои энергии, не забывать, что у нее есть крылья для защиты. Прочищать свои энергии, убирать темные, негативные, депрессивные эмоции. Развивать свою душу. Я благодарю за этот ответ. Мы об этом говорили уже один раз. Все, что вы сказали, это уже сейчас как раз результаты этого бездействия. То, что ничего не было сделано или интерес пропал, почувствовала себя чуть лучше и поэтому, соответственно, вступила в новую ловушку. Мы просто напомнили тогда в этом случае для Александры, какие опции у нее есть и какие возможности. Ждем окончания работы скэнера. Скэнер закончил. Хорошо. Нам нужно дать какие-то еще дополнительные энергии ей или она все получила? Ей нет. Биороботу нужно дать энергии расслабления. У нее очень раздражен биоробот. Хорошо, это мы сделаем на месте. А сейчас будем возвращать Александру назад в ее систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Александры в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки-извильники головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И открываем над Александрой поток расслабляющей энергии. Энергия расслабления наполняет ее биоробот полностью. Запускаем эту энергию и она делает несколько кругов и продолжает работать. Ее сейчас надо сгармонизировать с тонкими телами. Синхронизируется. Александра гармонизируется со своим биороботом и своими тонкими телами. Она руки вперед выставляет, а у нее энергии по-другому текут в белах. Пусть она попробует на физическом плане выставлять руки, если они у нее текут по-другому. У каждого своя возможность и своя фишка. Ее нужно просто знать. Может, ей будет так легче, выставляя руки вперед, заправляться энергиями, гармонизировать это все. Нет, она на них просто смотрит. Она видит, что у нее сейчас единая целая гармония ума, души и тела. Хорошо, мы можем еще что-то сделать. Меркаба активировать. И активируем биополе Меркабу для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса биополя Александры. Меркаба активирована. Готово. Это она сама должна тоже уже уметь делать. У нас есть, мы давали все обучающие видео. Хорошо, отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!